Всем привет! Продолжаем рассматривать работы скульпторов-художников Джорст Клер Тукер-младший. Американский художник-фигуративист. Его работы ассоциируются с магическим реализмом, социальным реализмом, хотореализмом и сюрреализмом. Сюжеты изображены, естественно, как на фотографии, но изображения используют плоские тона, неоднозначную персиву и тревожные сопоставления, чтобы подположить воображаемую или мечтаемую реальность. Я зачитываю Википедию. Он мне был согласен с ассоциацией своей работы с магическим реализмом или сюрреализмом. Вот как он сказал, я рисую реальность, печатанную в ум так сильно, что она возвращается как сон, но я не рисую сны как таковые или фантазии. В 1968 году был избран Национальной академией дизайна, был членом Американской академии искусства и литературы. Один из девяти лауреатов национальной медали искусств в 2007 году. Родился в 1920-м в Бруклине, провел первые шесть лет своей жизни там. Его воспитывала мать Анжела Монтехо Руа, имевшая английское, немецкое и испано-кубинское происхождение. Отец Джордж Клер Тукер, имевший английское и французское происхождение. Во время Великой депрессии в семье жила в Белпорте, штат Нью-Йорк. Была сестра Мэри Тукер Грэм. В детстве брал уроки рисования и большую часть своей юной и взрослой жизни провел в художественном музее Фогга. Учился в Академии Филлипса, окончил Гаварский университет со степенью по английскому языку. В 1942 году поступил в школу кандидатов в офицеры, корпус московской пехоты США. Но был дембелизован по медицинским показаниям. Практиковал темперную живопись. Начал рисовать в традиционном ренессансном методе живопись. Признал необходимость использования других видов искусств для поддержки процесса развития. Проводил большую часть своего свободного времени за чтением книг по живописи, скульптуре. Изучая произведения античности вплоть до искусства XX века. Пытаясь тем самым расширить свое художественное видение. Особенно интересовался классической скульптурой, пламандской живописью, итальянской живописью и скульптурой эпохи Возрождения, французским искусством XVII века. Близкие друзья Джаред Френч и Пол Кадмус. Самая известная картина содержит сильные социальные комментарии и часто характеризуется как его общественные или политические произведения. Вот некоторые характеристики его работ. Точная геометрическая архитектура построена для того, чтобы служить субъектом, физически доминирует над ними. Тукер считал, что современное общество ведет себя точно так же. Современная жизнь становится тюрьмой бездушного ритуала, лишенного индивидуальности. Люди, которых изображает Тукер, редко охвачены эмоциями, никогда не изнапыщены, редко передают индивидуальность. Скорее, они шаркают в тяжелой однообразной одежде и, кажется, действуют не по индивидуальной воле, а по социальной обусловленности. В то же время, публичные образы Тукера враждебны и торжественны. Его частные образы часто более интимны и позитивны. Многие из этих изображений противопоставляют красоту ее родства, молодости и возраст в анализе о женском теле. Пространство часто сжимается за навесом или стеной крупным планом, так что зритель сталкивается с символической личностью главного героя. Кстати, он создал и религиозные произведения. Его искусственно раскрашена семипанельная картина «Семь тайнс» находится в его местной церкви в Виндзоре, штата Вермонт. В 1946 году первая выставка. Там он представил работу 14 американцев. Это был его музей современного искусства. В 1974 музей изящных искусств Сан-Франциско организовал его ретроспективу под названием «Джордж Тукер. Картины 1947-1973 годов». Выставлялся много в различных галереях, я не буду здесь перечислять. Томас Гарвер, написавший монографии о творчестве Джорджа Тукера, писал. «Это мощные картины, которые останутся в общественном сознании. Каждый может сказать «Да, я был в этой безликой ситуации». Даже если это просто стояние в очереди за водительскими правами. Его работы особенно впечатляют, потому что они настолько просты и связаны с повседневным опытом таким образом, что зритель вынужден более критично осознавать свое существование». Вот как он писал. «На самом деле, я не считаю себя творцом. Я чувствую себя пассивным сосудом, рецептором или транслятором. Самое увлекательное в живописи – это открытие. Он методично смешивал свои краски вручную, используя воду, яичный желток и прыжкообразный пигмент. Каждая картина была не только кропотливо исполнена, но и глубоко интеллектуально продумана. Темпер – это быстросохнувший и утомительный метод живописи, который трудно изменить после нанесения. И этот преднамеренный метод соответствовал характеру и художественной теории Тукера. Тема его работы включает любовь, смерть, секс, горе, старение, отчуждение и религиозная вера. Он посвятил множество картин одной теме, исследуя множество возможных вариаций, чтобы полностью выразить переданные сложные идеи. Преподавал в Лиге студентов и искусствоведов Нью-Йорка с 1965 по 1968 год. Жил с партнером художником Уильямом Кристофером. Через несколько лет после смерти Кристофера в 1973 году Тукер принял католичество. Умер в возрасте 90 лет в своем доме в Хартленде, штат Вермонт от почечной недостаточно. Вот так вкратце, конечно, выборочно о художнике Джордж Клер Тукер-младший, американском художнике-фигуративисте. Его работы ассоциируются с магическим реализмом, социальным реализмом, фотореализмом и сюрреализмом. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Узнали что-то новое. Смотрим работу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok